Дмитрий Михайлович Вершинский Дмитрий Вершинский родился 10 ноября 1893 года по одним источникам Бонеги, по другим в Архангельске. Известно, что в начале 20 века он был довольно популярной личностью в Архангельске. Впервые его имя упоминалось в газетах зимой 1912 года, когда он стал победителем городских соревнований конькобежцев и лыжников. Дважды ему вручали золотой кубок. По специальности Дмитрий был судовым механиком. Можно предположить, что молодого Вершинского вдохновил на выбор профессии прилет в Архангельск авиатора Александра Васильева. Васильев прославился тем, что стал победителем первого в России перелета по маршруту Петербург-Москва. Пробыл в воздухе 9,5 часов. 24 июля 1911 года множество горожан собралось на поле в районе Кузнечихи возле 198-го пехотного полка. Александр Васильев прилетел в Архангельск на моноплане Блерио-11. И с этого места он предпринял две попытки взлета, и обе были неудачными. Не заводился мотор. И только 29 июля, после приезда из Петербурга механика, который привез новое магнету, удалось поднять самолет в воздух. Многочисленная публика, собравшаяся на поле, была в восторге. Над их головами пронесся Васильев в своем Блерио. Высота 150 метров. В 1912 году архангелогородцы, среди которых наверняка был 19-летний Дмитрий Вершинский, наблюдали полет над Архангельском Петра Николаевича Нестерова, автора знаменитой «Мертвой петли». Как совершался этот маневр? Самолет быстро набирал высоту в тысячи метров и круто шел вниз для увеличения скорости. Примерно на высоте 600 метров Нестеров описывал плавную замкнутую кривую и шел на посадку. Петр Нестеров погиб при совершении воздушного тарана в возрасте 27 лет. Такой же трагичной была судьба его младшего брата, летчика Михаила Николаевича Нестерова, который погиб при испытании нового аэроплана в 1914 году. Но об этом знать не мог еще Дмитрий Вершинский. Он мечтал о полетах. Шла Первая мировая война. Отличная физическая подготовка, знания техники послужили тому, что в 1916 году Вершинского призвали на военную службу. Он поступил в 4-й аэропарк города Гатчины под Петроградом. В начале 20 века своих летательных аппаратов в России не было. Их закупали во Франции. Там же обучали первых пилотов. Инструкторами у них были французы. В начале книжной школы генерал-майор Александр Матвеевич Кованько просил выделить средства на постройку своих пяти аэропланов в мастерских парка офицерской воздухоплавательной школы военный совет. И военный совет просьбу Кованько удовлетворил 20 декабря 1908 года. Несколько слов стоит сказать об этой школе, чтобы представить на каком уровне шла подготовка русских летчиков. Школа была сформирована в 1910 году на базе учебного воздухоплавательного парка, расположенного на Волковом поле на южной окраине Санкт-Петербурга. Но город расстраивался. Площади уходили под постройку жилых домов. С мая 1911 года авиационный отдел школы перевели в Гатчину. Относительно близость к Петербургу, наличие железной дороги, до которой было немногим более 100 метров, невозможность беспрепятственного проведения показательных полетов аэропланов, все это и стало решающим фактором в выборе военного поля в Гатчине для выступления французских авиаторов в 1909-1910 годах и в дальнейшем для размещения аэродрома и перевода сюда всей школы. Авиационный отдел, который в 1914 году был преобразован в Гатчинскую военно-авиационную школу, занимался подготовкой пилотов. После 1917 года школа была переведена в Московскую область, а затем в Крым. Дмитрий Бершинский блестяще окончил курсы мотористов, а затем в воздухоплавательную школу и получил звание пилота-ааронавта. В Гатчине он впервые поднялся на аэроплане в воздух. Всего за годы существования Гатчинской летной школы с 1912 по 1916 годы было подготовлено 270 летчиков-офицеров, около 200 летчиков из числа солдат и примерно 30 из числа добровольцев и энтузиастов летного дела. В годы Гражданской войны Дмитрий Бершинский летал на самолетах почти всех типов, находившихся на вооружении в русской авиации. Одним из них был военный четырехмоторный самолет «Илья Муромец». Самолет позже стал первым в мире пассажирским самолетом и претерпел несколько модификаций. Весной 1914 года первого «Илью Муромца» переоборудовали в гидроплан с более мощными двигателями. В этой модификации он был принят морским ведомством и оставался крупнейшим гидропланом до 1917 года. После Октябрьской революции летчик Дмитрий Бершинский участвовал в боях против Панской Польши, подавлял мятеж в Кронштадте, восстание Кулацких банд Антонова на Тамбовщине и отличился под Борисоглебском и Уральском. За службу Дмитрий Михайлович получил медаль за храбрость. Весной 1925 года Бершинского, как опытного пилота, направили в Архангельск в распоряжение губернского комитета ОСАВИАХИМА «Общество друзей авиационной и химической обороны и промышленности РСФСР». В то время в Кузнечихе за казармами Восстания находилось небольшое летное поле и ангар, в котором помещался учебно-тренировочный самолет У-8 «Конек-Горбунок». Он развивал большую скорость по тем временам – 120 км в час. И Бершинский с бортмехаником Денисовым первыми подняли этот биплан в небо. На «Конек-Горбунке» они вылетали в область. Было поднят на борт 53 человека, разбросано 45 кг листовок. Над городом они пролетали 65 раз. Экипаж самолета читал доклады, провалил экскурсии на борт. С 6 ноября 1929 года Бершинский был назначен начальником воздушной станции, то есть аэропорта в Архангельске. Предстояло вначале оборудовать ледовый аэродром напротив яхт-клуба, а затем построить грунтовый. Руководил строительством грунтового аэропорта на аэродрома на Кегострове Дмитрий Михайлович Вершинский. Самолетный парк состоял тогда из трех-четырехместных машин. Они были приобретены на средства трудящихся края, собранные по инициативе общества «Добролет». 4 февраля 1930 года с аэродрома в Кегострове поднялись два самолета с пассажирами на борту и взяли курс на Усть-Сысольск. Полет по трассе протяженностью 930 километров с посадками в Березнике, Котласе до столицы Коми продолжался свыше 7 часов. Этот день стал официальной датой открытия Архангельского аэропорта. Благодаря заботам Дмитрия Михайловича Вершинского аэропорт на Двине из года в год совершенствовался. В самолетном парке появились новые машины. Ка-5, Сталь-2, Ша-2, У-2 открылись аэроссанные линии. Самым первым гидросамолетом, который появился на Кегострове, стал Ша-2 – трехместный самолет-амфибия конструкции Шарова, прозванный самими летчиками Шаврушкой, но еще чаще Шадвушкой. Это действительно воздушный вездеход, необходимый в наших краях, где изобилуют озера и реки. Дмитрий Вершинский был не только непревзойденным летчиком, но и талантливым линейным механиком. Он – пионер применения авиации на зверобойных промыслах. Несколько лет в беломорском авиотряде глав «Севморпути» успешно командовал звеном самолетов Ша-2. В 1933 году на самолете «Сталь-2» он впервые приземлился на льду реки Печоры в Ненинском округе. В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Вершинский служил в авиационном подразделении, выполнял государственные задания по проводке охраны караванов-судов, идущих в Архангельск и странсоюзных со стратегическими грузами. Не стало летчика в 1942 году, 22 апреля. Вершинскому исполнилось всего 48 лет. Материалы о жизни деятельности Дмитрия Михайловича Вершинского есть в Центральной городской библиотеке. Статья о нем включена в первый том Поморской энциклопедии «История». Есть публикации в журналах «Известия русского севера». Писатель истории гражданской авиации Сергей Суровцев посвятил несколько статей Вершинскому и фрагменты книги «Крылья севера», выпущенную в издательстве «Лоция». «Известия русского севера» 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 Продолжение следует...